Едем мы такие, едем 250 километр на Ленинградском шоссе И тут мы видим указатель, платная дорога Санкт-Петербург Ну, мы и думаем, наверное не стоит туда ехать, но платная, что мы выиграем С другой стороны думаем, ограничение по скорости там, наверное, более лояльное Наверное, ментов нет, ну как-то удобнее, асфальт гладкий Ну поехали, попробуем, не узнаем, интересно сколько стоит Съезжаем на эту дорогу и где-то через километр видим надпись на плакате на временном Что, мол, с июля 2015 на этой дороге будет организовано платное движение А пока она только как бы в стадии запуска, то есть там еще эти пропускные пункты не организованы Она бесплатна, и вы просто посмотрите вперед Просто мы едем, топим 160 по, по сути, по дублеру Ленинград И совершенно бесплатно, без полицейских, без проблем с дорогой Невероятно кайфово, и никто сюда не поворачивает просто потому Просто потому, что никто не знает, что она бесплатная И поэтому все едут по обычной, просто боятся попробовать Вывод Не чурайтесь авантюризма Ну что тут скажешь, мы в панике Мы остановились здесь, чтобы объяснить вам, в чем суть и в чем особенность этого выпуска Что-то последние выпуски довольно особенными все получаются Вы, наверное, заметили, что у этого выпуска нет номера, но в названии есть слово Roadshow Это Спайсы и сохрани на дороге Мы едем из Москвы в Санкт-Петербург Вот сейчас мы в панике И записываем из каждого из них по маленькому кусочку Отличных и свежих Спайсов Спайсы и сохрани вас, ребятки Меня зовут Александр Форсайт И мы ведем, так сказать, прямой репортаж Из славного города, не всем известного Под названием Валдай Это невероятно любимый мой город Я здесь был уже не раз Мы в каждый раз возвращаемся, это такой настоящий провинциально уездный город Со своей атмосферой, со своими достопримечательностями, со своими прелестями И если вы не верите, что вот это все Валдай Не натуражное кафе в центре Москвы То вот моя маленькая вставка Ответственно заявляю, что мы находимся в городе Валдай И здесь идет дождь, и поэтому продолжим беседу с вами Мы уже изнутри этого замечательного кафе В котором я уже бывал Убедились, все так Мы действительно здесь, в городе Валдай Сидим в кафе Уранду И дарим вам, дорогие зрители, свежие, хорошие, ядреные спаси Это же моя самая субъективная в мире передача И поэтому о чем хочу, о том и говорю Сегодня я бы хотел поговорить о путешествиях О тяге к приключениям и всем таком Это же во все времена будоражило умы, незамутненные бытом, рутиной и прочими пакостями жизни И вот эти выпуски «Спайсы. Сохрани. Роуд-шоу» я хотел бы посвятить разным аспектам путешествий, приключений Всяким ярким вехам, ярким образом из этой сферы Спасибо большое Всяким разным образом из этой сферы И сегодня я бы хотел поговорить о маяках Довольно странный выбор тем Да нифига, нормальный для меня А что нормальный для меня, то и нормальный для этой передачи Маяк Это на данный момент Вот есть вымирающие животные, а есть вымирающие объекты И маяки из этой сферы Потому что сейчас повсеместно распространяется в GPS И маяки становятся ненужны Маяки забрасывают, их выключают Те, которые еще есть, они уже почти везде автоматизированы Отмирает профессия смотритель маяка Возможно, кто-то из вас даже мечтал в какие-то моменты им стать Это такая максимально романтическая, уединенная профессия Более уединенная, разве что космонавт И то, чаще всего, их несколько человек А смотритель маяка, это априори человек один Который живет в маяке или рядом с ним И занимается тем, что контролирует его работу Так вот, теперь это все не нужно Что есть, то автоматизировано А в большинстве мест уже маяки списывают со счетов А теперь подумайте, что будет, если по какой-то причине Отключатся спутники Причина может быть любая И, как сказали мудрые люди Что достаточно двух небольших ведерок Гвоздей на орбите Просто высыпать их в открытый космос И все спутники будут снесены Буквально за сутки Меньше даже Соответственно, вот представьте, отключается GPS Это полный крах судоводства То есть суда, которые находятся в плавании Никак не смогут ориентироваться Потому что сейчас в наших самых просвещенных странах этого мира Типа там Англии и США В мореходке уже даже не учат ориентироваться по маякам Потому что по стандарту на корабле есть GPS И не нужно Когда настолько удивительная, манящая и символическая вещь, как маяк Маяк, образ, который себе били во все времена моряки Да и просто любитель от скула Маяк, вещь, которая символизировала путеводную нить Для каждого человека Даже если он не связан с морем Когда такая вещь становится ненужной И оказывается заброшенной на пыльные страницы истории Становится печально и страшно Но, к счастью, пока что маяки еще есть В некоторых местах даже организована такая система Что вы можете подать заявку и провести некоторое время на маяке в качестве смотрителя Конечно, это все условно, потому что маяк без вас будет контролировать кто-то Но вы сможете там пожить, побывать А в некоторых местах маяки уже выключены Но из них сделаны такие мини-апартаменты Которые сдаются в аренду В общем, опять идет какая-то капитализация, девальвация образа Жалко, но хорошо, все равно, что маяки еще существуют Поговорили о маяках Не знаю, какую тему затронем следующей Я думаю, тоже будет что-нибудь, что хоть немного вам интересно Я надеюсь, что каждый выпуск спайсов хоть что-то вам несет Завтра поговорим о чем-нибудь еще А пока что до свидания Может быть, вы поделитесь этим со своими друзьями Расскажите им, что есть такая вот передача Что есть там такой роб-шоу Мы едем куда-то вперед, куда глаза глядят На север До завтра, с вами был Александр Форсайд Спайсы сохраняй Передаю привет Екатерине из Валдая